Сегодня с заходом солнца начинается Курбан-Байрам, один из главных праздников в исламе. В этом году около миллиона мусульман отправились в Мекку, в долину Мина, для совершения хаджа. Остальные будут встречать Курбан-Байрам дома, в своих мечетях. О традициях праздника, его духовном смысле мы попросили рассказать Каде Нагайского народа Карачево-Черкесии Тимирбека Хаджу и Байдарова. Тимирбек Хаджу, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Первый вопрос к вам такой. У христиан главный праздник – это Пасха, да? И его духовный смысл, значение его в чем? Что Иисус Христос победил смерть, воскрес на третий день, и тем самым он нам показал, что смерти как таковой не существует. Есть дальнейшая жизнь, и не все так бессмысленно. Вот это, да, главный смысл – победа над смертью, обещание будущей жизни. Он своим примером нам это показал. А скажите, Курбан-Байрам, один из главнейших праздников у мусульман, в чем его духовный смысл? Почему Курбан-Байрам так называется? Как вы сказали, это один из двух великих праздников. Это один праздник – Урза-Байрам, второй праздник – это Курбан-Байрам. Иншаллах нужно посмотреть на начало. Была история, когда у пророка, уже в преклонном возрасте был пророк Ибраима, и у него не было детей. Тогда он сделал обет Всевышнему, дал слово, что если Всевышний, иншаллах, по своей милости одарит пророка Ибраима ребенком, иншаллах, если подойдет время, условленное Всевышним, то пророк Ибраим, алей-иссалям, будет жертвовать самым любимым. И по воле Всевышнего у него родился сын, его назвали Исмаил, и когда установленное время, когда время подошло, установленное Всевышним, вот этим самым любимым, что у него было, оказался сын. То есть, пророк Ибраим, алей-иссалям, должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Но он, аль-хамду-ли-ля, свое слово сдержал. Он был непреклонен перед обещанием своего Всевышнему. Всевышний, аль-хамду-ли-ля, заменил его сына Исмаила на барашку. То есть, тогда, если бы не было милости Всевышнего, то пророк Ибраим, алей-иссалям, принес бы в жертву своего сына Исмаила. С тех пор, аль-хамду-ли-ля, мы приносим в жертву животных. И в этом обряде, в этом празднике, не только вот на этот момент. Когда мы, иншаллах, приносим в жертву животных в этот день, мы вспоминаем пророка Ибраима, алей-иссалям, как он приносил в жертву. Есть самый хороший день в году, это Ямуль-Арафа, день Арафа. Когда мы Арафа, этот день настает, мы вспоминаем пророка, алей-иссалям, когда он в этот день стоял в долине Арафа и произнес свою хутбу. Прощание хадж был у него, вот этот момент вспоминаем. Когда в хадже мы кидаем камешки, мы вспоминаем пророка Ибраима, алей-иссалям, как он отгонял иблица, который научал ему, чтобы он не выполнял требования Всевышнего. Когда мы в хадже, в углу Кабы, там есть черный камень, когда вот, если момент такой есть, то приятно, что мы можем приблизиться к этому камню. Когда мы целуем этот камень, мы вспоминаем пророка, алей-иссалям, 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 Мухаммада, который целовал этот камень. Вот такие разные моменты нам вспоминаются, разные моменты их жизни, жизни пророков. Когда у пророка спросили о дне вот этого Курбан-Байрана, о жертвоприношении, пророк, салам и салям, сказал, это то, что идет от вашего праотца, пророка Ибраима, алей-иссалям. Тогда у него спросили, а что для нас в нем? Тогда пророк Мухаммад, салам и салям, сказал, если вот это жертвоприношение приносится во имя Аллаха, если это жертвоприношение делается искренне, если жертвенное животное подходит по всем условиям, иншаллах, сколько волосинок в этом животном, столько блага для вас, сказал пророк, салам и салям. Ситуация описывается в Библии, в книге «Бытие», глава 22. Там Авраам приносит жертву своего сына Исаака. Вот видите, Авраам – это основоположник, считается всех народов, ну и еврейского, конечно. Видите, как много общего у нас. Праздник закончился. Как должны провести эти три дня? Мы знаем, что три дня празднуется праздник. Эти три дня после торжественной службы в мечети. Что должны делать мусульмане? В день жертвоприношения, вот, Айтун Адаха, утром все мусульмане собираются в мечети. Иншаллах проводят праздничную молитву. Праздничную молитву. Там, говорит, проводится молитва, там, говорится, проповедь в этом празднике об жертвоприношении, откуда она вышла к нам, пришла к нам, вот, как его проводить, какие животные. Вот на эту тему проводится проповедь. После молитвы, после этой проповеди, уже все люди идут домой к себе. И, иншаллах, подготовленные жертвенные животные после этой молитвы приносятся к жертву. Иншаллах, во имя Всевышнего Аллаха. Есть моменты, когда люди спрашивают, а можно нам резать жертвенное животное до молитвы? Есть высказывание пророка, где он говорит, если, говорит, это животное, приносено, говорит, к жертву, говорит, до молитвы, говорит, то вы его принесли, говорит, ради себя, говорит, это для вас, говорит. А, говорит, который, говорит, принесено, говорит, к жертву после молитвы, это, говорит, для Всевышнего, говорит. Поэтому, иншаллах, время для этого приношения Это уже после молитвы. И вот эти все праздничные моменты этого дня начинаются после праздничной молитвы. Это жертвоприношение, все эти угощения друг друга, все эти гости ходят друг к другу, поздравляют друг друга. Это уже после праздничной молитвы. Тимирбек Хаджи, такой вопрос. У нас, если христианин не смог принять участие в главном празднике Пасхи, прийти в церковь, например, он находится в дороге или лежит в больнице, он, тем не менее, может посмотреть прямую трансляцию, например, из Храма Христа Спасителя, которую всегда показывают, или послушать запись. То есть каким-то образом он участвует в богослужении, в литургии божественной. А что делает мусульманин в таком случае, вот если он не может принимать участие именно в этот день? Если человек не может принести в жертву постоянное здоровье или во времени в первый день праздника, он может принести в жертву на второй день. Или если и на второй день не получается, можно принести на третий день. Вот три дня, иншаллах, нам доступны вот эти приношения в жертву животных. Три дня. Каждый христианин, конечно, мечтает побывать в Иерусалиме, там, где родился, жил и проповедовал Иисус Христос, прикоснуться к святыням, к тем местам, по которым он ходил. Мы знаем, что Курбан Байраму предшествует хадж Мекку. И каждый правоверный мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить туда хадж. А почему именно в Мекку? С чем это связано? В Мекке находится вот это самое, так сказать, святое место у мусульман, это гербан. Вот это центр всего ислама. Вот эти все обряды хаджа, вот эти все обряды вертвоприношения, они возникли вот с этого района возникли. С этого района. Это вокруг Камбы, вот это все вышло оттуда. И последний вопрос, Тимирбек Хаджи. Что бы вы хотели пожелать своим землякам, братьям по вере в этот замечательный праздник? Я искренне поздравляю всех мусульман, всех мусульман с этим праздником, великим праздником. Айдун Адаха. Дай Аллах всем вам крепкого имана, иншаллах, крепкого здоровья, бараката в семье. Дай Аллах, чтобы то, что вы задумали, иншаллах, халяльная задумка, чтобы все сбылось, иншаллах. Дай Аллах, чтобы в ваших дворах, в ваших семьях, в нашей республике, на стране, иншаллах, в нашей стране, иншаллах, был мир и покой. Дай Аллах, чтобы все жертвенные животные, которые были принесены в этот день, иншаллах, иншаллах, все намерения наши, которые в этот день были, будут, иншаллах. Дай Аллах, чтобы эти намерения были благие, иншаллах. Дай Аллах, чтобы этот праздник прошел у нас, иншаллах, благим Аллах Отца, чтобы Всевышний принял. И дай Аллах, чтобы все, иншаллах, еще достигли и того праздника Лайса. Таким добрым израилем, иншаллах.